Лусян утром навестил 101-летнего пациента, страдающего от тяжёлой пневмонии, после того, как в декабре заразился коронавирусом. Для врача спасение этого пациента – тяжёлая задача, но он уверен в успехе. Всё было совершенно иначе три года назад, когда он и его коллеги приехали в провинцию Хубэй. Настроение в то время было совсем не таким. Мы столкнулись с новым инфекционным заболеванием. Стало ясно, что это новый коронавирус, причём высоко трансмиссивный. Было довольно много заразившихся среди медперсонала, а состояние пациентов было весьма тяжёлым. Мы имели проблемы даже с диагностикой заболевания, не говоря уже о лечении. В то время 42 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для борьбы с коронавирусом. Лусян возглавлял группу в 300 человек из провинции Цзянсу, направленной для помощи городу Хуанши. То было время неопределённости. Лусяну и его коллегам пришлось на месте изучать поведение вируса, пока они наперегонки со временем пытались спасти тяжелобольных пациентов. Это опасно. Вы знаете, что это приведёт к серьёзным последствиям, но у вас нет чётких знаний о вирусе. Помнили того, как врачи узнавали всё больше о вирусе и его патологии? Лечение пациентов становилось более целенаправленным и чётким. Государственный комитет по делам здравоохранения Китая постоянно обновлял рекомендации по лечению. Методики, основанные на личном опыте таких врачей, как Лусян, в будущем послужили руководством для медиков по всей стране. Менее чем за три месяца вспышка коронавируса в провинции Хубей была сдержана, и Лусян вернулся к нормальной жизни в Нанкине. Но вирус продолжал мутировать и распространяться по всему миру. Дельта, альфа, омикрон – вирус курсировал по всем странам, поэтому были необходимы строгие профилактические меры. Новые варианты вируса отличались от самых ранних штаммов. Общая тенденция такова, что в большинстве случаев вирус становился более трансмиссивным, но менее патогенным и смертельным. К такому выводу Лусян пришел во время работы в регионах, в которых происходили крупные вспышки коронавируса. Мы обнаружили, что в больницах Шанхая и Тибета было мало критических пациентов, а уровень смертности еще ниже. В тот раз мы поняли, что, возможно, страна скоро понизит уровень профилактики. Пациентов не нужно будет помещать на карантин в специально отведенной больнице. С ноября 2022 года Китай начал ослаблять меры по борьбе с коронавирусом. Власти заявили, что профилактика и контроль пандемии в Китае вступили в новую фазу. При этом акцент был сделан на снижении тяжелых случаев. В декабре прошлого года провинциальная комиссия по здравоохранению спросила о нашем плане по увеличению коек для тяжелых пациентов. Мы попросили увеличить количество коек на 28 штук. На следующий день нам выделили 16 миллионов юаней на закупку всего необходимого. Это нам очень помогло. Для Лусяна опыт борьбы с коронавирусом последних трех лет очень важен. Первые дни пандемии были, несомненно, тяжелыми, трагическими, были слезы. Но мы прошли через все достойно. Некоторые люди, к сожалению, погибли. Но я считаю, что общее число смертей за последние три года, несомненно, невелико. Во время праздника весны уровень заражения коронавирусом в Китае был низким, а число случаев заболевания неуклонно снижалось. Но Лусян считает, что врачи должны не ослаблять бдительность и быть готовыми к появлению нового варианта вируса, поскольку пандемия еще не закончилась. Ван Исюань, Си Чжи Чен.